Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами о хранении корнеплодов. Корнеплоды разнообразны. Это и редька, и морковь, и свекла разнообразны, и так далее, и так далее. Все, что мы выращиваем, репа на своих участках, и то, что можем хранить аж до весны. И, конечно, очень урожай этот хочется сохранить в целости, сохранности, сохранением всех полезных свойств. Одним из важнейших факторов, который влияет на хранение корнеплодов, является, конечно же, здоровье самого корнеплода в момент выращивания и выкопки. Для того, чтобы корнеплоды были здоровыми, в обязательном порядке, в процессе выращивания, их надо было проливать различными препаратами для защиты растений. Конечно, не химически синтезированными, а биологическими препараты на основе синой палочки являются одними из ведущих в деле сохранения качества корнеплодов при хранении. Потому что, когда вы выкапываете корнеплод, и у него есть явные признаки поражения болезнями, хорошо храниться он, конечно же, не будет. Поэтому второе, что необходимо сделать при закладке корнеплодов на хранение, это их тщательно перебрать. Мешок ли, два ли, три их у вас, сколько бы ни было, не поленитесь, переберите корнеплоды. Потому что даже один корнеплод с недостатками, с какими-то изъянами, безусловно, будет источником инфекции для всех остальных. И когда такая вот паршивая овца вдруг попадет к вам в хранилище, она испортит вам там, ну, не весь, но добрую часть этого урожая. Поэтому переборка является очень важным. Следующим фактором, который является очень важным, это подсушивание и оставление корнеплодов для заживления ран. Надо помнить, что корнеплод это живое существо, это все еще живой организм, который в значительной степени способен свои раны, которые были нанесены в процессе выкапывания, транспортировки, переборки, залечивать. Процесс этот, как и у картофеля, у столовых корнеплодов происходит при более высокой температуре. Температура 15-18 градусов является вполне благоприятной. Дней 5-7 на эту процедуру бывает вполне достаточно. После этого тщательность, качество хранения в значительной степени зависит от температуры хранения. Температура должна быть достаточно низкой. Почему? Ну 1-2-3 градуса тепла, ну 0 может быть тоже. Легкие заморозки, если у кого-то подвальчик промерзает, там минус 1, многие корнеплоды благодаря накоплению сахаров хорошо выдерживают. Почему? Как я уже сказал, корнеплод это живой организм и он дышит. И в процессе дыхания он расходует те сахара, которые там накопились. Поэтому чем выше температура хранения, тем сильнее корнеплоды дышат, тем больше сахаров они расходуют, тем хуже они сопротивляются инфекциям, тем сильнее инфекция нападает на эти корнеплоды и их подъедает, они гниют. Поэтому температура хранения является очень важной. Но конечно не всегда, не всегда получается соблюсти эту самую температуру хранения. У кого-то подвал может тепловат, у кого-то там еще что-то такое происходит. Поэтому в обязательном порядке перед закладкой на хранение корнеплоды необходимо обработать препаратами сеной палочки. Наш институт микробиологии, национальный институт микробиологии создал даже специальные препараты на основе сеной палочки для обработки и картофеля, и корнеплодов столовых, которые должны потребляться в пищу препаратами сеной палочки перед хранением. Но к сожалению, широкому населению они еще не доступны. Зато доступны такие препараты, как бактаген, бактофит, гомоир, аллерин, фитоспорин. Ну вся линейка препаратов на основе сеной палочки. Бактаген, конечно, является одним из наиболее эффективных препаратов. Тем более, что вы можете наращивать их в домашних условиях. Информации у нас на канале об этом очень и очень много. Безусловно, также существуют специальные гормональные вещества, которыми можно обрабатывать и столовые корнеплоды, и картофель, чтобы они уходили в более глубокий покой. И это не будет позволять им даже в условиях более теплого хранения дышать слишком интенсивно. Но я все-таки не рекомендую вам пользоваться подобного рода гормональными препаратами. Конечно, еще есть одна проблема, это тонкая кожура у моркови, у некоторых сортов свеклы, у репы, у белой редьки, что при более высокой температуре приводит к сморщиванию корнеплодов, к потере влаги. В этом случае старые надежные способы хранения в сыром песочке, но увлажнять этот песочек надо обязательно препаратами сеной палочки. И, конечно, многие спрашивают, можно ли обрабатывать столовые корнеплоды и картофель препаратами триходермы. Но я не рекомендую обрабатывать препаратами триходермы, хотя это в значительной степени повышает эффективность хранения семенного картофеля и корнеплодов, которые остаются на семена для получения собственных семян. Это не очень популярно, но кто-то этим все-таки занимается. Но для столовых корнеплодов, которые потребляются в пищу, я прям люто рекомендую использовать для обработки препараты сеной палочки. И сохранятся у вас корнеплоды, и просто если навалом каким-то они хранятся, и во влажном песочке при увлажнении его препаратами сеной палочки, сохранятся они очень и очень хорошо. Итак, три столпа, на которых держится хранение корнеплодов, это поддержание здоровья при выращивании, это тщательная переборка, и это соблюдение условий хранения. В этом случае вы в дулительное время будете получать хорошую продукцию своих запасов, полезную для здоровья. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!